Привет! Привет, привет! Так, у нас сегодня с вами, ребята, тема психология манипуляции и подчинение такая очень жизненная тема очень распространенная сейчас секундочку мы с вами подождем чтобы подключились у нас на youtube канале все идет привет ну ребят я вам хочу напомнить во первых что завтра мы с вами начинаем наш марафон который пройдет закрытом клубе вот и он у нас будет идти пять дней он будет потом захоронен в записи естественно и чтобы вы его не мотали чтоб это было прямо по дням мы его сделаем я сделаю вот который вот постоянные истории знаете в кружочках такие вот закрытом клубе он будет в кружочке вот этот марафон и если он у нас хорошо зайдет вот этот марафон то мы тогда его в следующем месяце опять проведем это будет октябрь ноябрь ноябре обязательно проведем еще один такой марафон а может быть даже два потому что мне конечно клёво проводить эти марафоны так как я в любом случае нахожусь в этом состоянии не здорово когда со мной идут люди в ногу это это классно потому что новые познания новые какие-то новые открытия новые всего у меня с каждым разом столько обращаются людей и на консультации и так свои жизненные ситуации рассказывают ребят столько всего сколько нам нужно с вами прорабатывать это я просто это просто я не знаю когда мы с вами это все успеем но успеем потому что следующую тему наверное во вторник на своей страничке знаете какую тему сделаю еда нас не предаст самое главное запомните нет а то я могу забыть эту тему разобьем потому что она настолько глубокая настолько она все поглощающие эта тема и настолько мы на нее смотрим с другого ракурса именно поэтому мы не можем с нее сойти но обязательно нужно будет озвучить и видимо следующее как раз во вторник будет вот эта тема вот записала все я могу забыть всем привет привет ребят привет очень здорово что вы сегодня здесь и мы сегодня по про манипуляции и про подчинение потому что все наверняка прекрасно видят прекрасно знают что манипуляторов если нас не предаст еда нас не предаст круто интрига кстати я тебя хотела бы попросить чтобы в марафоне ты дал эфир как раз но наверное день второй или третий день вот так вот чтобы сбросить вот это напряжение напряжение про воду чтобы ты рассказал про холодную воду прям дал какой-нибудь коротенький эфир что такого да что такое холодная вода как она действует на нас потому что если будут разные спикеры мне кажется что это будет интереснее поэтому обязательно и если ты если ты согласишься провести этот эфирчик прямой в закрытом клубе то будет классно и про манипуляторов мы наверное все прекрасно знаем прекрасно отслеживаем это мы с этим всегда сталкивались причем здорово причем мы сталкиваемся с этим на к каждую секунду в той либо 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 с одной стороны либо с другой стороны либо со стороны манипулятора либо со стороны того кем манипулируют и это наверное такое если в этом разобраться тут наверно такой вот аспект что манипулятор он не настолько плохой манипулятор нужно наверное ему даже отдать должное что он взял на себя такую ответственность что-то вам делать что-то вам говорить куда-то вас на при направлять что-то вам объяснять давать какое-либо направление чтобы вы спокойно отключая мозги сбрасывая себя ответственности перекладывая на этого манипулятора чтобы спокойненько шли по накатанной ехали по колее ведь давайте вспомним что когда мы не в статусе статусе манипулятора это тот человек который на себя берет мало того что ответственность он ну это тоже не цельный человек далеко не цельный и чтобы как не отключить то сейчас я наверное уже не отключу наверное у вас булькает и булькает сообщение да что-то какое-то сегодня нашла потом буду отключать попробую что-то как-то он же помимо того чтобы стать вот этим манипулятором он это не цельный человек и ему нужно как-то самореализоваться самореализоваться для для самого себя то есть мы всегда же доказываем вот если я раньше говорила что мы доказываем все время кому то что я не зря появился на свет я не зря сделает но нельзя сделать то сейчас чем больше нахожу в этих состояниях тем больше вот так вот все выворачиваться на изнанку я понимаю что мы доказывать это самому себе Мы всё время доказываем самому себе, что вот я, я такой молодец, спросите меня, я вот знаю, я вот это. И манипулятор за счёт того, что он даёт какие-либо задания тем людям, которые подчиняются, он как бы механически ставит себя на одну ступеньку выше, чем вы. Но, здесь ещё есть такое но, что чем выше он поставит планку, то тем меньше он понимает, что вы эту планку выполните. Но ему нужен результат для того, чтобы он сказал себе, смотри, какой он молодец, смотри, какой он, я сказал, и они сделали. И именно поэтому, чтобы подсознательно облегчить себе задачу, он ставит нам планку низенькую, совсем низенькую, которую мы точно выполним. Но чтобы получить от этого максимально своего вау, чтобы не сказать там потом, что, ну я уже маленькую планку поставил, поэтому он выполнил. И чтобы вот максимально себе вот сказать, что вот я такой крутой всё-таки, я вот сказал, они сделают. Он эту маленькую-маленькую ступенечку обрисовывает таким, такой колючей проволокой, чтобы там вот, если он говорит, то говорит это с каким-то вот пренебрежением, с каким-то уничтожением во взгляде. Вот прям вот это всё. И чем жёстче он будет, неважно, какую планку он перед вами ставит, вы в любом случае её достигнете. Если вы каким-то образом присосались к этому манипулятору, значит точно это тот человек, которого вы можете удовлетворить. Значит это точно тот человек, который какую бы планку ни поставил, вы её всё равно достигнете. Но чтобы ему насладиться вот этой вот хлебом и зрелищем, да, потом и кровью, он это демонстративно делает так, чтобы как будто бы унижая вас, чтобы как будто бы он сказал, что вот я вот им так сделал, а они всё равно пошли. И чем больше манипулятор унижает, тем больше тот, который идёт в подчинении, тем больше он кайфует. А кайфует знаете почему? Вспомните все сказки, на которых мы выросли. Я не помню ни одной сказки с иным подтекстом. И в каждой сказке, чем больше ты страдаешь на первых этапах, чем больше ты вовлечён вот в эту горесть, в эту боль, в эти страдания, в эти, во все вот такие вот какие-то каверзные ситуации, тем больше ты потом выходишь вот на этом вот на пике, что ты, вау, вот ты вот это вот столько вот пережил, и вот потом на тебе бонус, плюшка какая-то. И именно поэтому, чем жёстче мы себя загоняем вот в эти рамки, чем более жёсткого мы себе находим манипулятора, тем более счастливыми мы себя чувствуем. Причём счастливыми мы себя чувствуем не в процессе, когда мы чего-то достигаем, мы не из-за процесса с этим манипулятором, а мы себя более чувствуем комфортно, когда мы в процессе манипуляций. Когда мы в процессе того, что нас унижают, нас прищемляют, нас поддавливают. И мы с каждым разом на подсознании себе говорим, ну давай, давай, тогда я, вот я сейчас все это вытерплю, я такая сильная или сильная, вот у меня такой стержень, я все могу. И мы себя начинаем там ух, ух, ух. И чем больше нас давит, тем больше мы получаем удовольствие от того, что мы такие несгибаемые. И нам вот это вот уже достижение, которое вот в сказках описывается, почему мы не стремимся к этим сказочным достижениям? Потому что сказка всегда достижением заканчивается. И у нас на подсознании очень четко это откладывается, что как только мы достигнем какого-то достижения, конец, больше ничего нет. Любая сказка заканчивается хэппи-энда, после которого больше ничего нет. Но во взрослом возрасте, пожалуйста, есть следующая серия, и после этого хэппи-энда опять идет нахлобучивание. И вот это вот опять нахлобучивание, еще новые сюжеты, новые сюжеты, и опять хэппи-энд, и конец. И именно поэтому от самого хэппи-энда, мы к самому хэппи-энду, мы не стремимся, у нас заложено, что там конец. Но когда мы в страдальческой ситуации, то мы понимаем, что мы сильны, мы можем, мы всего добьемся. У нас даже поговорки такие, что боль нас делает сильнее. Если там, я вот даже их, если честно, не помню, я настолько от них отошла. Как там они говорятся, то что... Если нас что-то не убило, то сделало нас сильнее, что-то, по-моему, что-то в этом роде. И вот таких вот поговорок у нас миллион, но у нас нет ни единой поговорки о том, что если ты счастлив сейчас, то ты счастлив всегда, потому что сейчас это и есть всегда. Нет ни единой поговорки про это, потому что это чувствуют единицы. Сейчас посмотрю, мне какой-то вопрос написали кто-то, видимо. Светик, а ты сбоку можешь звуки отключить на время эфира и не будет пиликать? Давайте я сейчас попробую сбоку отключить звук, а вы скажете, меня вообще слышно или нет. Вот сбоку я отключила звук. Напишите, пожалуйста, слышно или нет. Что нас не убивает? Да. То, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Да, точно. Ребят, напишите, пожалуйста, меня слышно или нет. Я звуки вроде бы отключила. Возможно, я отключила и себя. Давайте я дождусь, чтобы вы мне дали обратную связь. Да, да, отлично. Ответ, вот, слышно. Да, не слышно. Да, слышно. Все, все, спасибо, все круто. Тогда я продолжу так. Наверное, сейчас уже не будет ничего пиликать. И именно поэтому вот эти вот манипуляторы, они нам нужны для того, чтобы мы чувствовали себя живыми. Потому что после хэппи-энда, здорово, спасибо, ребят, ничего не пиликает и не пиликало. А, не, о, да, это, видимо, только мне пиликало. И именно эти манипуляторы нам нужны для того, чтобы мы слышали, мы чувствовали, а я слышу, у меня дальше пиликает. Это, видимо, ну, ладно, ерунда. Главное, что у вас не пиликает, и слава богу. Вот эти манипуляторы нам нужны тем, кто нами манипулирует. Вот для нас эти манипуляторы нужны для того, чтобы мы чувствовали, что мы живы. Потому что после каждого хэппи-энда наступает конец. И только в процессе вот этого вот вечного гнобления мы себя можем ощущать. Нам, к сожалению, сейчас ещё какой-то вопрос слышно. Всё, спасибо, Настюш. Тебе нужно как-то с Инстаграмом его как-то, наверное, перезагрузить, новую версию поставить. Потому что странно, почему ты там не видишь. Но потом мы с тобой об этом поговорим. Вот, и нам вот этот хэппи-энд, он, ну да, пиликает, но это уже не так страшно. Всё отлично тогда. Вот, потому что у нас идёт на подсознание этот вот хэппи-энд, что вот этот вот конец. И нас в детстве, к сожалению, не научили. Да, нас сначала нужно было научить, потому что, возможно, это где-то на генном уровне передаётся, но это передаётся точно на генном уровне, что мы имеем быть счастливыми, и мы только для этого рождены. Но нас настолько вот закапсулировали вот в этом вот, чтобы мы шаг влево, шаг вправо, чтобы мы вот никуда не отходили от этого. Нам как-то не показали, что когда ты счастлив сейчас, значит, когда ты счастлив прямо сейчас, и получаешь от этого кайф, значит, ты счастлив всегда, потому что всегда есть только сейчас. Всегда не будет завтра, потому что завтра не существует. Всегда не будет вчера, потому что вчера уже прошло. И всегда есть только сейчас. И если ты не научишься быть счастлив сейчас, то есть всегда, ты никогда не сможешь это передать своим детям, ты никогда не сможешь это передать себе в завтрашний день. Ты никогда не сможешь смодулировать даже ту ситуацию, почему у нас многие желания не сбываются. Ты никогда не сможешь смодулировать то, что ты хочешь в дальнейшем, потому что ты не знаешь, как ощущает себя счастливый человек. Ты будешь мыслить шаблонами, то есть я хочу вот такой дом на берегу моря, чтобы там ходить по горам, чтобы наслаждаться горным воздухом, чтобы жить в таком прекрасном месте. И думаешь, ну вот как оно у меня, конечно, как оно сбудется. Я тут уже в ипотеке, у меня на 25 лет ипотека, у меня работа, мне там еле-еле хватает на что-то там непонятно на что, какой там дом у моря. Но дело-то ведь на самом деле не в деньгах, дело в вас, потому что вы не можете хотеть этот дом, вы не знаете, как это гулять по горам, когда ты не думаешь о том, что, блин, я сегодня погуляю до 9, потому что мне рано вставать на работу. Ты же это из головы даже выкинуть не можешь. Ты не можешь погулять по горам, потому что ты никогда этого не знала или не знал. Ты не можешь вдыхать этот, жить на берегу этого моря, потому что ты, например, не знаешь, как это, когда норд-ост идёт, и когда вот эти вот ветра. Как ты себя будешь чувствовать? Ты увидела картинку, и с этой картинки ты себе смоделировала ту ситуацию, которую ты якобы хочешь, не прочувствовав её. И ты себе придумала те чувствования, которые ты никогда не ощущал. А как они могут сбыться? То есть ты хочешь того, чего в твоей модели мира вообще не существует. Как оно может быть? Почему люди, когда говорят, ну вот хочешь этого, попробуй. Вот почему вот у нас сейчас это хорошо, что начали пробовать. Ну сначала там для мелочи, да, тест-драйв. Как бы хочешь эту машину, давай, тест-драйв. Раньше же такого не было, ну в смысле тест-драйв. Ну на картинке есть, пожалуйста, покупай, не нравится. Да, нет, следующий. Ну как? А сейчас всё, ты сел, ты прочувствовал сидение, ты поёрзал, как оно там, перфорированная кожа. Ты потрогал там эту ручку передач, думаешь, ёлки-палки. Когда ты этот мультируль у себя там держишь, ты думаешь, блин, так это же вообще не то. Когда ты нажимаешь на газ, и ты понимаешь, что она у тебя просто, она у тебя не едет, она у тебя поёт. И, конечно, ты там стоишь, и всё, и ты уже, вот, ты выехал из салона, доехал до первого светофора, и там встал напротив каких-нибудь, там, не важно, там, ну из Мерседеса, предположим, ты выехал, да? Я просто свой тест-драйв вспоминаю. И стоишь там рядом с какими-то машинами, любыми, иными. Тебе даже не важно, если там будет стоять какой-нибудь Порш, Бентли, не важно. Ты себя в этой машине уже чувствуешь таким, блин, ну просто мажором. Потому что у тебя до этого, например, не было такой машины. И ты всё, и ты понимаешь, что вот сейчас загорится зелёный свет, и ты уже стоишь, и типа, посмотрите на меня, и там, вау, вау. И ты даже не задумываешься, что, например, вся машина облеплена, тест-драйв, тест-драйв, все понимают, что это не твоя машина. Но ты-то уже в ней, ты-то уже всё, ты уже весь в кайфе, ты слился с этой машиной. И ты, когда приезжаешь, ты сделай вот этот вот лепестерический кружок, ты приезжаешь обратно в тест-драйв, и ты думаешь, блин, всё, я хочу эту машину. Это же вообще-то отпад башки, там багажник открываешь, там, блин, там вообще, там счастьем пахнет. Вот что такое попробовать, и ты уже знаешь, к чему идти. И если ты действительно вот это вот всё ощутил, вот эту вот гамму чувств, у тебя это всё, у тебя это заложилось, ты её купишь. Это в 99,9% если ты пропитался вот этим чувствованием, ты её возьмёшь, потому что ты для себя на данный момент хочешь себя так чувствовать. А когда ты делаешь те какие-то, блин, непонятно что, вот я хочу эту машину, но ты понимаешь, что ты даже в салон зайти не можешь, потому что ты думаешь, как бы, ну, я тут в кроссовках, а тут как бы такой салон, а я тут как бы такой. И вот такие вот всякие жеманности. Как считаешь, до какого уровня сейчас реально дойти в неедении и не спании, и можно ли вообще уйти от этих вещей? Я считаю, что можно уйти от этих вещей, но я не могу вам сказать, насколько это точно. Я вам могу передать только свой опыт. У меня опыт достаточно небольшой, я не знаю, сколько месяцев, с 14 марта. Я не знаю, сколько это месяцев, я правда не считала, но была какая-то заставка в 7 месяцев, по-моему, в 7 месяцев. Вот, потому что считать уже, как бы, я смысла не вижу, потому что это у меня не отчёт сухих дней, это на сегодняшний день мой образ жизни, который меня вполне устраивает, и мне в нём кайфово. Вот, насколько далеко я могу зайти, я не знаю, я поэтому с вами и делюсь, я открываю каждое своё состояние, каждое своё ощущение, каждое своё, вот эти вот психологические загоны, я вам всё это открываю, потому что вы это всё то же самое будете проходить. И не обязательно день в день, это будет на каких-то этапах, 8, 8, 8 месяцев, нифига себе. И именно поэтому, когда мы начинаем вот это вот чувствование в себя возвращать, когда мы начинаем чувствовать, что мы хотим и от чего мы кайфуем, мы же даже не знаем, от чего мы кайфуем. А как получать приглашение в Zoom? В Zoom каждый четверг я на своей основной страничке каждый раз выставляю в Stories в Zoom. И если хотите, ещё буду в школе автономии тоже оставлять каждый раз в Zoom, как туда зайти. Там и пароль есть, всё есть, просто в Zoom выходите, если я правильно понимаю, я просто захожу по ссылке, вот, и я просто сразу же попадаю на конференцию. Но если у вас скачан Zoom, либо там в телефоне, в планшете, в компьютере, то там, наверное, просто нужно набрать код и вас в эту комнату выпустят. Как часто ты питаешься и чем? Спишь сколько? Я вот за эти восемь месяцев, я ребятам говорила, что я питалась три раза, то есть я сначала сбрасывала температуру арбузом маленьким кусочком, потом я пробовала виноград, который растёт у меня во дворе, ну, там буквально несколько ягодок я высосала, мне очень хотелось попробовать, что с моим организмом будет, потому что я понимаю уже, что вкус не тот. И месяц назад где-то я пробовала грушу, но я её полностью, то есть я укусила два раза, но я её полностью рассосала в ротовой полости, потому что я уже понимаю, что как бы кусочками глотать это не айс. Вот, мне как бы было важно, что с моим пищеварением всё равно какие-то подтверждения должны быть, потому что 41 год на еде и тут отказаться от еды, но всё равно у меня какие-то загоны свои есть, от этого никуда не деться, я не сверхчеловек, я абсолютно такой же, у меня тоже иногда там выстреливают, о, как я буду, а тут что такое, но всё равно это есть. Кто в группе в Телеграм, тем приглашает. А, да, ребят, добавляйтесь ещё в группу в Телеграм, она называется «Школа автономии» в Телеграме, и там перед каждым зум-эфиром скидывается ссылка, и там можно уже не заморачиваться, просто по ссылке заходите, и вас сразу же выбрасывают в зум. Вот, либо кликаете на ссылку, которая ютубовская, и вас сразу же на прямой эфир выкидывают. То есть, как вам удобно. Поэтому, кому как удобнее, тот так и делайте. И задавайте вопросы. Там много вопросов, не всегда успеваем отвечать, но, как правило, это под конец. Поэтому, ребят, заходите сначала, потому что сначала больше свободного времени. А под конец уже люди начинают раскочегариваться, уже вопросы начинают задавать. Но я всегда веду не больше часа, потому что эфиры у меня практически каждый день. Это, да, 8 месяцев будет. Я вообще офигела, 8 месяцев, да. Потому что у меня получается, что во вторник у меня на моей страничке эфир, среда, это эфир проводим в клубе, четверг эфир получается в зуме, пятница эфир на школе автономии, а в среду еще помимо в закрытом клубе, еще эфир будет в школе автономии со спикерами, про которых я рассказываю, которые девчонки тоже просто огонь, я не имею права их скрывать. И я тоже делюсь вами вот этими своими находками, вот этих вот ребят, которые просто огнище, которые вы должны знать, чтобы вы нашли под себя того спикера. И чем больше вы будете знать информации, тем проще вам будет входить в те состояния, которые вы хотите поймать. Вот, в пятницу эфир в школе автономии со спикером, то есть два раза в неделю спикеры у нас будут, ну там смотря сколько спикеров. В субботу, в субботу такая, ну в этом клубе эфир, в воскресенье в школе автономии эфир и в понедельник в клубе. Но это помимо того, что марафоны, потому что марафоны каждый день, не бывает два марафона в день, либо три марафона в день разные. Ты все делаешь интуитивно, слушаешь отзывы организма, или четко понимаешь все процессы микрофлоры, микроэлементы. Я все делаю интуитивно, потому что когда я вообще только заходила в эти состояния, к сожалению, я не нашла спикеров, которые бы что-то рассказывали про свои состояния. Я их до сих пор найти не могу, если честно. Я знаю людей, которые действительно не кушают, и они выходят в эфир и как бы говорят, да, вот я не кушаю столько, вот у меня такое состояние. Но как к этому прийти, что это делать, и какие с тобой ситуации начинают происходить вот в эти моменты, почему-то никто не рассказывает, и как с ними справиться. Именно в эти моменты меня как бы очень часто откидывало. Я с психикой очень часто не справлялась. Я же неоднократно выходила и на два месяца не едем, и на три месяца не едем, и на четыре у меня было. И меня все равно отбрасывало, потому что я не справлялась с психикой. И я каждый раз прорабатывала, каждый раз эта работа над собой, каждый раз это упирание в какое-то дно днище просто падало с таким. Думаю, ну все, это вообще не мое, вообще я не способна на это, я, блин, никуда, никак вообще, все, все, все. Вот. И потом постепенно, через какое-то время, я себя вытягивала. Чтобы у вас этих состояний не было, я пытаюсь вам вот это вот донести, рассказать, чтобы вы понимали, что вы не одни такие, это есть, ну, наверное, но если не у каждого, то у многих, кто идет этим путем. И чтобы вы это понимали, чтобы вы могли как бы как свою родственную душу найти. Поэтому я вот эти вот марафоны провожу, марафоны глубинные. Поэтому я, кто не может вот в эти марафоны зайти, так, сейчас я буду отвечать, секунду, кто не может в эти марафоны зайти по каким-то своим критериям, неважно, это финансовые вопросы, либо еще что-то. Но я понимаю, что многие люди идут, но не все могут себе позволить вот эти марафоны. Они у меня стоят по сравнению с другими, конечно, копеечные. Но тем не менее, мы сейчас не о сумме говорим, а вот, ну, не могут люди. Именно поэтому я сделала вот этот закрытый клуб в Инстаграм, где у нас в месяц абонентская плата 500 рублей. И там я рассказываю о тех состояниях, которые я не рассказываю вот здесь вот в прямых эфирах, потому что прямой эфир, он вообще общедоступный. И не все готовы к какой-то информации. И там я не рассказываю тех моментов, которые идут в глубинных марафонах, потому что в глубинных марафонах я сразу, чух, ребят, погружаю туда. Здесь тоже, как бы, может быть, не все готовы. И поэтому, ну, многие хотят себя в этом попробовать, многие хотят начать. Многие чувствуют, что я им не нужна. Многие, ребят, у меня на марафонах есть люди, которые переросли меня. И это действительно так. Вот у меня есть ребята, которых я сейчас буду видеть. У меня сейчас только что закончил марафон Артем. Он вообще перерос меня. Ну, просто у него не хватило вот одного какого-то крючка. Я думаю, он себя размотал на этом марафоне, и сейчас пойдет дальше. Он больше меня в практиках. И это классно, что есть такие люди. И он тоже будет какую-нибудь тему возьмет в этом марафоне. Именно поэтому я в закрытом клубе. Он не в Телеграм, марафон будет в Телеграм. Нет, в Телеграм даются ссылки на марафоны, которые будут вновь открывать, вновь которые там числа, даты меняем. В Телеграм мы даем в Zoom, когда у нас будет эфир. Что ты хочешь? Можно лампу разрисовать. Разрисовать лампу? Ну, разрисуй. Что только не сделай. В Телеграме еще, смотрите, в марафоне мы с вами проводим, то есть я либо кто-то со мной проводит эфир, и мы разбираем какие-то ситуации. И вот что вы можете написать вот здесь в прямом эфире, я отвечаю на ваши вопросы, на которые успеваю ответить, ребят. Потому что там много народу уже у нас собралось в закрытом клубе, и будет еще собираться, потому что очень приемлемая плата. Я думаю, что все равно хотят послушать именно те состояния, которые, понятно, что с ними они поверхностные, вы все их знаете, все ответы в вас. Но бывает такое, что вот ты себя не слышишь. А другого раз, и так, блин, так я же это всегда знала. Как хорошо, что ты мне напомнила об этом. Всегда же такое бывает. Вот, и там мы как раз обсуждаем все эти вещи. А в Телеграме, это когда ребята, особенно вот Тёма тоже у меня проводил, проходил несколько марафонов, другой Тёма, у меня много уже Тём. Вот. И он постоянно на сухих, постоянно. То есть он выходит, заходит, выходит, заходит. И он прописывает свои ситуации. Он рассказывает свои ощущения. Он рассказывает, как и ребята другие, которые в чате, в Телеграме. Мы, так, а мы, наверное, в шапке профиля. В шапке профиля у нас есть Битрикс, этот, сайт Школы Автономии. Там в сайте Школы Автономии вы можете зайти на сайт Школы Автономии, и там есть ссылка на Телеграм-канал и на Телеграм-чат. Вы можете и туда, и туда добавиться. И как раз в Телеграм-чате там вот эти обсуждения. Например, ребят, я сегодня захожу на сухие, кто со мной? О, я пойду. А чем вы ходите это? О, я там каким-то там капустным квасом. Я вот этим, я вот этим. И постоянно, постоянно, то есть вы понимаете, что вы не один. И это очень важно. Когда вы чувствуете эту поддержку, и, например, говорит, вот у меня сегодня такое. Ребят, что случилось? То есть я же не всегда могу ответить. Я и так постоянно с телефонами сижу. А там кто увидел, что в Телеграме спеликало раз, кто-нибудь говорит, ой, у меня такое было. Или там, вот там Тёма вверху писал. Или там, вот Ирина там писала. Найди вот эту вот ссылочку. И начинается. И всё, и процесс пошёл, пошёл, пошёл потихоньку. Вы прочитали там, ой, мне это не подходит. Или прочитали точно, блин, вообще как у меня. И там вот живое общение постоянно. 24 на 7 это в Телеграм-канале. Поэтому переходите, подписывайтесь. Он абсолютно бесплатный, ребят. Там ничего платить не надо. Это просто ваша энергетика. Это просто ваши процессы. В другое измерение, чтобы вы максимально себя начали чувствовать, прочувствовать. Там без всяких вот этих вот... Мы никакие ссылки ни на какие там, ни на что не даём. Мы туда не скидываем, как правило. Из Ютуба не засоряем там вот то, что вот, а посмотри вот этот ролик, а посмотри вот этот ролик. То есть там делятся своим опытом именно. Потому что в Ютубе вы можете выйти и посмотреть какой-то ролик. А здесь именно свой опыт. Вот я так сделал, вот я так сделал. Мне вот это помогло, мне вот это помогло. Там чисто живое общение. Про сон не ответила. Сплю я максимум, я без подсыпания. Я была 10 дней без единого подсыпания. Но сплю я не каждый день. Я сплю, наверное, ну чаще всего раз в 2 дня, раз в 3 дня. И бывает у меня иногда раз в 2 дня 15 минут за эти 2 дня. Бывает раз в 3 дня там час. Но не сразу же час. А там 20 минут так поспала, потом ещё 10 минут прикемарила, потом ещё там 30 минут прикемарила. То есть вот такие вот состояния. Но если я чувствую, то есть я, ещё раз повторюсь, что я обычный человек. У меня нет такого, что я только раз и всё, я переключилась, я святая, я не сплю, не ем. И вообще там у меня нимб уже над головой светится. Если я чувствую, что у меня идут какие-то очистки в моём организме, то есть я уже всем говорила, что у меня сейчас процесс идёт чистки. Я подсела на этот, ну как подсела на этот цикламен. Я вот этот цикламен себе купила, которым я чищу нос. Я решила им почистить. У меня ни у одного сына, ни у другого сына соплей нет. То есть я им точно так же капаю, как себе, а им даже высмаркивать нечего. Но они у меня никогда никакими таблетками не лечились и никогда особо всякой дряни не ели. То есть они не потому, что я их не кормила, а потому что я им всегда рассказываю, что нужно кушать. То есть они едят какую-нибудь ерунду, бывает, но они чётко знают, когда они поели, для чего они поели. Они никогда не будут перед соревнованиями есть какую-нибудь тяжёлую пищу, ещё что-то. Вот в общем вот этот вот цикламен, а меня он чистит просто, ребят, такое ощущение, что я была сопливой все 41 год. Хотя сопливой у меня никогда особо не было. Но так как у меня была астма, вот эти вот все гнойные скопления, они мне, видимо, пошли через нос. Потому что я бываю тут под утро, когда вот, если ночью я мало двигаюсь, да, то под утро у меня такое ощущение, что у меня прям вот как на болезнях вот обкладывает и нос, и горло. И я прям вот, я просыпаюсь, я круглая, у меня мешки под глазами. То есть у нас сейчас вот дождик идёт, да. Я понимаю, что вот эта вот вся влага, которая есть, я вот выхожу, я прям чувствую, как она в меня впитывается, чтобы это всё вывести. Поэтому вот недавно я спала, по-моему, 5 часов, 5, ребят, со мной этого не было, ну, наверное, несколько месяцев. Не знаю, сколько месяцев, несколько месяцев со мной такого сна продолжительного не было. Это не за раз был 5 часов, то есть я просыпалась, засыпала, просыпалась, засыпала. Но это было за сутки, такого у меня не было давно. Поэтому сон, он постепенно убирается у вас, он у вас будет убираться, он у вас будет отходить. Но если у вас будет какая-то чистка организма, организм так, мой организм, давайте так скажем, мой организм так реагирует вот на такие вот достаточно глубокие физические чистки. Он хочет спать. И я не ставлю ему такое, не, мы с тобой не спим, мы уже такие все святые. У меня такого нет. То есть если я захотела поспать, если я чувствую, что мне это надо, то я ложусь и сплю, как бы я иду к своим целям, я иду к своим результатам, я иду к своему очищению своего аватара. Поэтому я чувствую себя, я по чувствованиям дойду. А когда будет эфир в клубе по поводу марафона? Сегодня напишу, у нас, наверное, в марафоне, мы, вот я сейчас уже смотрю, сколько вот у нас ребят, сколько вот и спикеров у нас кто будет, наверное, мы все-таки будем делать, что у нас в клубе, вот в марафон будет два эфира в день. Иначе мы с вами не справимся. Мне нужно будет, чтобы вы всех посмотрели, чтобы вы максимально вот в эту вот атмосферу нырнули. И завтра будет, завтра в клубе будет первый эфир, либо в 9, либо в 9.30, но он в любом случае останется в записи. Вот, это будет начало, я как раз скажу, как мы будем заходить, кто еще не в сухих, потому что мне уже написали несколько ребят, что они уже в сухих днях и будут продолжать с нами. Вот, поэтому, кто еще не в сухих, я дам рекомендации, то есть это не то, что вот только так нужно сделать, я объясню, почему, я объясню, как это сделать, я объясню, почему именно таким способом нужно заходить в сухие дни. Потому что самое главное, это заход в сухие дни и экологичный выход. Это ваши 90%, что вы в следующий раз зайдете легко и свободно на следующие свои сухие дни. Что вас не будет потом выстегивать. И знаете, как бывает, что я вот зашел на какое-то количество дней сухих, мне было так хорошо, а сейчас вот уже там какое-то количество времени, недели, два, месяц, два месяца, вообще не могу зайти на сухие дни. Психологически готово, все готово, все, утром просыпаюсь, все, я такая вся на сухих днях, даже почистились некоторые, кто чистится, а к вечеру все равно едят. Бывает и такое. Важно ведь не навредить организму, организму перестроить. Конечно, это первостепенно, мы же идем не вразрез себе, это обязательно важно. Если захочется войти, выйти, лучше перетерпеть, очень хочется помочь телу пройти дольше, пройти дольше, три дня несложно, выхожу из-за того, что работа, нужны силы, а физика периодически сдает, начинает колбасить. Ирина, заходи, давай попробуем зайти в марафоне, потому что когда в общем поле, ребят, вы не представляете, как действует общее поле. Когда вы в общем поле находитесь, вы эти дни, вот я же не просто так выкладываю вот эти вот отзывы с марафона, я же их выкладываю не чтобы порисоваться перед вами, а чтобы вы видели, что не только вы не можете зайти больше там одного-двух дней, что действительно ребята, которые у меня, большинство ребят, большинство ребят, не могли зайти на больше, чем на один или два дня сухих. А в марафоне они проходят некоторые по семь дней, с одного дня на семь дней, и через семь дней спокойно выходят. Не потому что я крутая, и не потому что у них там открылся третий глаз, а потому что мы все в одном поле прорабатываем все эти нюансы психики, во-первых, а во-вторых, когда ты в поле, ты же понимаешь, что ты будешь вечером всем рассказывать, как у тебя прошел день, и ты уже такой думаешь, а что я скажу-то, вроде бы как, а что меня колбасит-то, кто меня колбасит, что во мне колбасит. Ирина, задай вопрос, что значит колбасит. Кто-то просит есть, кто просит в тебе есть. И когда ты начинаешь задавать себе эти вопросы, то есть мы их тоже разберем, то ты уже думаешь, ну я сейчас выйду, до эфира осталось там два, три, четыре часа, я чую ребятам, скажу, что они все будут на сухих, а я скажу, ой, ребят, меня так колбасило, я вышел. Ты уже думаешь, не-не-не, я сначала эфир послушаю, что там скажут, а потом, если все равно будут колбасить, выйду, а после эфира раз, и как рукой снимают, и все, и на следующий идешь. Потому что энергетика группы, это, блин, это такое поле, это очень много значит. Пробуйте. Потом расскажете. Можете в телеграме как раз будете делиться с ребятами. Когда ученики перерастают тренера, это величайшая награда для тренера, поздравления тренеру. Да, но это не моя заслуга, что Артем перераст, он уже подготовленный пришел, он прям вот такой вот весь прокачан, он очень долго был в практиках. И мне действительно очень приятно с такими людьми работать, потому что с каждым человеком, с кем бы я ни работала, это не только я ему даю, ведь он мне дает очень много, то есть вы же мне сами даете те темы, которые я потом и освещаю. То есть смотрите, когда ко мне приходит с каким-нибудь своим вопросом, он говорит, я не могу вот это, вот у меня затор. И чтобы ответить на его вопрос, потому что его вопрос в нем самом, и чтобы ответить в его вопрос, я как бы погружаюсь в него, я его, этого человека, как бы протаскиваю полностью через себя, полностью. И я выдаю ему то решение, тот вопрос, который был в нем. Именно поэтому он для него абсолютно верный. Именно поэтому он говорит, блин, точно, как так, почему я этого раньше не заметил. Не потому что у меня семь пядей во лбу, а потому что это его ответ на его вопрос. Вот, и поэтому, когда каждый ко мне обращается, и потом я понимаю, какой вопрос нужно еще раз осветить, еще, еще и еще. Потому что это все ваши вопросы. А я их вам, я просто своим ртом озвучиваю то, что есть в вас. Когда вы будете, чем больше вы будете очищаться, вы точно так же будете, у нас поле-то все единое, вы точно так же будете чувствовать всех остальных. Вы точно так же, если вас кто-то будет спрашивать, вы точно так же сможете ему дать его ответ, который находится в нем, в самом. И это клево, это для вас будет. Но это такое блаженство, когда ты понимаешь, что ты помог человеку найти его путь, который заложен уже в нем. Не наставить его на свой путь. Вот я так прошел, иди так. Я знаю, что там оно будет. Нет, у него свой путь. Ты просто говоришь, что через это время может наступить вот это. Через это может вот это. Не пугайся. Но если у тебя наступит, то можно сделать вот так-то, так-то, так-то. И он уже начинает это по-другому интерпретировать под себя. Фредерик, привет. Что купить для входа и выхода? Так, ну я завтра скажу, но в любом случае, если хотите, могу сегодня сказать. Это желательно купить банан. Один, два, без разницы сколько. Зелень, любую зелень, какую только захотите. Рома, ой, ромашку поспочеку. Как она называется? Петрушка, укроп. Ну, то есть все, что вам хочется. Потом купить либо яблоко, либо грушу и сельдерей. Вот, а я потом завтра уже расскажу, что и как. Так, сейчас вопрос. Светлана Свет. Светлана, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на чем лучше выходить из сухих? Если не на полыне, на полынь пока аллергия. Тогда сделайте себе три компонента. Их лучше перемолоть в кофемолке. Все отдельно, но потом в равной части смешать. Это тмин, кориандр и лавровый лист туда добавить. Тмин, кориандр и лавровый лист. То есть они точно так же выведут. И почему лавровый лист для вас это конкретно? Потому что вы говорите про аллергию. Потому что лавровый лист снимает всю аллергию, даже самую сильную. Попробуйте вот так вот, чтобы у вас пошло очищение не только на клеточном уровне, но и чтобы вот этот вот аллерген, который у вас сидит, мы же пока не знаем, я пока не знаю, что за аллерген. Чтобы он начал потихонечку вымываться. Тмин, кориандр и лавровый лист. И точно так же на кончике, то есть пол чайной ложечки, все это смешали, размололи, смешали в равных пропорциях какую-нибудь баночку. И потом вот на пол чайной ложечки, на пол литра горячей воды, и когда она остынет, с сухих дней выпивать. Что думаешь о появлении человека, сколько времени человечества и какой он был первоначально создан? А зачем мне об этом думать? Это же мне не поможет для того, чтобы быть счастливым. Ребят, когда у вас идут мысли от головы, все, что у нас идет от головы, они нас уводят от чувствования. Все мысли, которые идут из головы, уводят от чувствования. И только за счет того, что мы умеем чувствовать, что на чувствовании мы начинаем жить самим собой, мы начинаем познавать свое тело. Только на чувствовании. Как только включается голова, нас уводит с чувствования, и мы можем хоть сколько разговаривать. Земля круглая или плоская. Земля в виде трапеции или вогнутого шара. Но мы можем об этом говорить. Это разговоры ради разговоров. Убирайте голову. Люблю вас. Глузь, я тоже вас люблю. Поэтому, ребятки, задавайте вопросы, подключайтесь к закрытому клубу. К закрытому клубу можно подключиться на любом этапе. Это не влияет. Просто с завтрашнего дня начинается марафон, который будет в записи. Но почему лучше в нем быть именно, когда он идет в прямом эфире, что в прямом эфире вы непосредственно можете задать свой вопрос и потом подкорректировать его. Если, например, я начала отвечать. Светлана, спасибо огромное. Пожалуйста. А когда вы видите, что я как бы не в какой-то момент упустила, вы меня подкорректируйте, и я дам уже иной ответ. И здесь будет как бы вот в этом смысле лучше. Вогнутый шар. Да, есть такая теория, потому что вогнутый шар. У меня ребенок вообще сказал. Он говорит, знаешь, как оно было? Я говорю, как оно было? Он говорит, была вот такая вот земля плоская. И на ней ходили, блин, как они называются-то, которых в раскопках-то ищут. На ней ходили динозавры, жили динозавры. Потом упал метеорит. Эта земля под действием метеорита вот так вот сжалась и превратилась в шар. Именно поэтому сейчас обросли ей люди. И люди ходят и ищут, находят динозавров в раскопках внутри этого шара. То есть, пожалуйста, любая версия для вас. Но как творить без знания элементарного строения мира и вселенной? Вы никогда не узнаете строение элементарного, строение мира и вселенной. Никогда. Вы только сможете узнать то, что вам скажут. И что для вас на данный момент более или менее срезонирует, то вы в себя отложите как истинную правду. Но она такой не будет. Понимаете? Как вы можете узнать, как она сделана? Вы можете... Вот сейчас очень много учений различных. Просто их куча. И каждый же приводит... Не просто он это говорит, что вот так вот оно, потому что так. А каждый приводит свои доводы, свои формулы, свои доказательства. И они начинают друг с другом вот это вот перемалывать. Но если вас это... Вы вот в этом процессе, когда вы думаете, что вы познаёте вселенную, которая сформировалась тогда, вас это делает счастливой, то, конечно, тогда... Или счастливым. Я просто... Я просто не вижу... Мне не видно аватарку. Я не вижу, это женщина или мужчина, извините. Если вы будете думать, что было тогда, и вас это делает счастливым, то почему бы и нет? Меня делает счастливым это здесь и сейчас. Познание прямо вот здесь. Что я чувствую сейчас? Как я могу... Что я могу подойти и вот в эту секунду обнять своих детей и почувствовать их тепло. И почувствовать, как они меня лезут. Когда я слышу, что они меня любят, и говорят, а мамочка... Вот для меня это счастье. А какая была земля, как она сформировалась, на основании чего? Ну, мне это не даст счастья. Это мне не даст. Если вас даст мужчина, я здорово. Ну, вот я так. Может быть, у меня женский мозг. Я не знаю. Для меня... У меня как-то в приоритете и другое, иное. Елена Ей, расскажите, что будет на марафоне и сколько дней он будет. Спасибо. На марафоне... Марфон будет пять дней. Из них будет четыре дня сухих. На шестой день выходим. Точно так же будет эфир. Просто он уже будет как бы не в марафоне. Но можно сказать, что и в марафоне. Без разницы, как хотите. Будет два дня депривации сна. Там мы будем делать рисуночки. Что-нибудь еще будем делать. Будет в марафоне... Во-первых, будут лекции по состоянию. Это то, что я могу дать. Это будет... Настюша нам даст... Это... Различные гимнастики. Начиная от лица, гимнастику лица, до гимнастики всей тела, проработки всего тела. Вот. Римочка нам даст свои какие-то знания. С нами поделится своими знаниями. У нее не очень глубины. Возможно, она даже говорила, что йогу нам даст. А у нее она йог, такой йог, что там всем йогам йог. Вот. Потом у нас будет светочка. У нас будет светочка, которая нам даст прорисовку... Прорисовку... Прорисовку танцем состояние на день. Это великолепно. У нас будет, скорее всего, Лариса, которая расскажет свой опыт. Это наша любимая девочка. Ей 72 года, или 73 всего лишь. Вот. Которая очень-очень-очень большое количество в практиках. Она прям такая... Женщина-огонь. Поэтому, если кто после 50, особенно мне пишет, что... Ой, я не знаю, получится ли у меня, потому что я как бы девочка возрастная. Посмотрите на нашу молодую, и тогда посмотрите, насколько вы возрастные. Вот. Так. Инна. Пархоменко. Здравствуйте. Чем заменить кофе по утрам? Не могу проснуться без кофе. Так. У нас осталось совсем мало времени. Ребят, во-первых, про кофе. Смотрите, кофе – это психологическая зависимость, которая ничего вообще не даёт. Абсолютно никаких... Кофе – это что такое? По-быстрому сейчас скажу. Можно будет потом раскрыть эту тему. Можно даже на марафоне, если вы в закрытом клубе. Кофе – это психологическое новый день. Новый день – это новое ощущение. Новое ощущение – это новый день. Это значит забыть то, что было вчера плохого, а сегодня точно будет всё хорошо. Мы же всегда с верой просыпаемся. И это бодрость, то есть бодрость. То есть я знаю, что я кофе выпью, и у меня сразу же бодрость, которая вот такая вот. На самом деле это всё не так, но это очень глубоко можно проработать. Сейчас просто нет времени. А если заменить, ну попробуйте цикорий. Просто элементарно цикорий. Он, если мы ещё потребляем еду, то он даже полезный получается. Вот. И вкус кофе у него есть. Там они даже есть с разными вкусами, поэтому, пожалуйста, пробуйте его. Вопрос не по теме. Где приобрели толстовку с таким классом? У меня уже кто-то спрашивал. В магазине, ребят, приобрела. Я не знаю, как называется магазин. Магазин Гулькевичих. Вот. Приобрела эту... Подождите, нет. Я, по-моему, в интернет-магазине в каком-то заказе. Я не помню, ребят, правда. Она мне как бы не совсем такая свежая, не новая. Вот. Когда только вот эти толстовки пошли в моду, я вообще люблю спортивный стиль. И поэтому у меня очень много спортивных вещей, которых я переездила ещё сюда. В Краснодарский край я очень много вещей раздала. Но оставила там несколько любимых вещей. Вот поэтому у меня мало вещей. Я всегда расхламляюсь, всегда. Вот. Поэтому вот у меня... Вы меня очень часто можете видеть и в одних, и тех же вещах, потому что у меня очень-очень их мало. У меня у детей больше вещей, чем у меня. Так. Общение с людьми в течение дня и вечером сразу в сон на всю ночь. Как люди на тебя действуют? Люди на меня действуют великолепно. Я сейчас пока в таком состоянии, что я очень люблю общаться. Мне эфиры очень помогают. Если я в таком перепадническом каком-то настроении, то я выхожу в эфир, и я прям чувствую вот эту энергетику от людей через... Не важно, через экран это или нет, вы потом тоже поймёте. Это прям мощная энергетика. Я очень успокаиваюсь в эфирах, потому что идёт поток этой информации. Я как будто бы освобождаюсь, как будто бы после эфира обнуляюсь. У меня такая лёгкость наступает. И, как правило, после каждого эфира, если они заканчиваются не какие-то ночные или очень-очень поздние, вечерние, то мы, как правило, с детьми потом с детьми и с живностью уходим гулять на улицу. И нам это очень-очень сильно помогает. Это здорово. И ночью, совсем ночью, когда уже там дня часов 2-3-4, я очень часто люблю побыть сама с собой. Я очень долго могу сидеть, смотреть на звёзды. И это иное состояние, но это я буду рассказывать вам в день депривации. Оно классное. В школе учат истории, наукам, но они все мало стыкуются на практике. Человек пытливый, любознательный сознание. Разве так ненормально? Нет, это ненормально, поэтому у меня дети... У меня младший сын любит обычную физику, энциклопедию. Эциклопедию старший сын любит императивную физику. И смотрят такие сайты, очень нравится сайт Перспектива, где вот идёт Барновский, вот это вот Науэра, там тоже очень-очень много полезной информации, если говорить про науку. Мы смотрим эти фильмы, мы смотрим это, но я просто не углубляюсь для того, чтобы вещать от своего имени, потому что я это не исследую. Но я детям, я детей направляю на разные варианты, то есть они у меня смогут посмотреть доказательства и про плоскую землю, доказательства и про круглую землю, чтобы у них была база, от чего оттолкнуться их мышлению, незасырённому мышлению. Поэтому, да, я приветствую, когда дети познают разные науки самостоятельно, и если кто-то их умеет преподносить очень талантливо, это очень мало людей делает на самом деле, потому что некоторых слушают, там такие заучки, там вообще невозможно слушать, они такое ощущение, что они для себя просто это рассказывают, показать, посмотрите, какой я, сколько я терминов знаю. Поэтому, да, это классно, когда дети чем-то увлекаются, и меня очень часто старший сын чему-то учит. То есть вот в этом направлении он мне очень часто обо всём этом рассказывает. Это да, и мне очень приятно. Мне очень приятно, что дети умнее меня. Вместо кофе можно спра. О, я не знаю, что такое спра. Возможно. Так, последний вопрос, ребята, буду отключаться. Посылать в пространство вопрос, что сегодня меня будет радовать, и наблюдать, как разворачивается пространство, и снова запрашивать. Ну, я бы, наверное, не так так, что сегодня вас будет радовать. Так вас всё может радовать. Это вы сами же себя будут... Не надо перекладывать ответственность на пространство. То есть, если вас день чем-то не порадовал, то вы такие, пространство меня не услышало. Ну, что такое-то? Я что-то не поняла. Я что-то слабо постучалась, что ли? Почему? Поэтому, ребят, нет. Всё в нас. Всё в нас. Не надо, чтобы пространство вас радовало. Вы и есть это пространство. Вы неотъемлемая часть пространства. Вы же не задаёте своей руке, такие на руку посмотрели, и говорят, ну-ка, ручка моя, скажи, чем ты меня сегодня порадуешь? Какая кожа на тебе сегодня будет? Это как бы само собой, какую ты сделаешь, такая и будет. И пространство то же самое. Ты часть пространства. Ты неотъемлемая часть пространства. Чем ты себя порадуешь, то у тебя и будет. Просто к этому нужно подойти Так, все, вопросы вроде закончились И у нас время подошло к концу Ребят, я вас всех благодарю, что вы были со мной Подключайтесь к закрытому клубу Я вас буду там очень рада видеть И я думаю, что будет очень интересно Оно в любом случае будет очень интересно Потому что вы там можете точно так же написать вопросы Позадавать вопросы Ну и живое общение в телеграм-канале, конечно же Вот, если какие-то не успели что-то посмотреть И не хотите смотреть, нет, по каким-то причинам Там целую тему, не хотите час смотреть То, пожалуйста, вы можете зайти на ютуб-канал И там по темам буквально по 3-5 минут разбиты вопросы Которые вы можете выбрать под себя и посмотреть Я вас всех люблю, я вас всех благодарю, что были со мной Всех обнимаю Подписывайтесь, присоединяйтесь, буду очень рада Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!